Городские и пригородные маршруты муниципалитета обслуживают 9 транспортных предприятий. Это почти 400 автобусов малой и средней вместимости. В автопарке предприятие «Старт» насчитывается около 130 транспортных средств. Руководитель фирмы Александр Азарян говорит, что с таким ростом цен на топливо и обслуживание скоро придется работать в убыток. На сегодняшний день топливо подняли в цене, запчасти поднялись в цене, автобусы надо новые приобретать, подвижной состав менять. Два низкопольных автобуса купили вот такой марки ПАЗ, четыре ПАЗа купили новых по программе. Если бы не поднимали запчасти в цене, топливо не поднимали в цене, мы бы ездили по одному тарифу. Позиция администрации города в данном вопросе однозначна. Повышение не должно ощутимо сказаться на кошельке анапчан. И несмотря на то, что стоимость проезда в общественном транспорте в городах Кубани уже давно доходит до 22 рублей, удалось достигнуть договоренности с анапскими перевозчиками не поднимать тарифы до краевого уровня. С перевозчиком были проведены рабочие встречи по планированию тарифа. Была достигнута договоренность, что все перевозчики сделают это в экспертных предприятиях, то есть это подкреплено все заключениями экспертизы об установлении максимально предельного тарифа, чтобы не было необоснованно завышенных тарифов. Независимую экспертизу провела Анапская торгово-промышленная палата. Специалисты брали во внимание расчет доходов и расходов перевозчиков, средний уровень доходов населения, а также опыт соседних районов. Был проведен мониторинг тарифов, которые сложились на территории Черноморского побережья, в ближайших районах. Выяснили, что тарифы находятся в диапазоне от 17 до 22 рублей, максимально это 22 рубля, а на территории муниципального образования города Курорт-Анапа тарифы составили 17 рублей в дневное время и 19 рублей в ночное время. По пригородным тарифам у нас был расчет на пассажира километр, в зависимости от протяженности маршрута. Раньше тариф составлял рубль 75, сейчас это составит рубль 93 максимальный. Стоит отметить, анапские перевозчики постоянно улучшают качество услуг. На линиях появляются низкопольные комфортабельные автобусы. Их оснащают новейшим оборудованием. В часы пик увеличивается количество маршруток. Изменение тарифного плана в том числе позволит и дальше совершенствовать транспортную инфраструктуру. Что же касается социальных групп населения, они по-прежнему будут ездить с 50-процентной скидкой, а инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны бесплатно.